Почему фестиваль Лас-Фаэс, который ежегодно проводится в Валенсии, считается культурным наследием человечества? Почему в эти дни сюда приезжает более миллиона туристов? Что особенного в этом празднике? Во всем этом поговорим в сегодняшнем видео. Вы узнаете, как зародился фестиваль Лас-Фаэс, как он проходит сейчас и как устроен весь этот процесс, который длится целый год. То, что вы видите сейчас, это уже кульминация плоды работы на протяжении всего года. Обязательно досмотрите это видео до конца, мы разыграем символичный приз из Валенсии. Условия вы узнаете в конце этого видео. И также, если вы заинтересованы в Испании и Валенсии, подпишитесь на наш канал, потому что следующее видео будет из города будущего, города наук и искусств Валенсии. Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова. И сегодня я приглашаю вас прогуляться вместе со мной по улицам Валенсии, чтобы узнать больше о фестивале Лас-Фаэс. Я надеюсь, вы меня поддержите в комментариях. Напишите, пожалуйста, вы когда-нибудь посещали Валенсию в период Лас-Фаэс? Из какого вы города? И, конечно, буду рада знать, как вас зовут. Фестиваль Лас-Фаэс традиционно начинается в последнее воскресенье февраля. Его знаменовывают мероприятие, которое называется Ла Крида. Ла Крида с фаленсийского переводится как приглашение или провозглашение. Если вы хотите попасть на Ла Крида и увидеть все своими глазами, приходите пораньше, потому что занять место поближе к месту проведения к башням Торрис-де-Саранус будет непросто. В 2021 году впервые за много лет фестиваль прошел в начале сентября, но уже на следующий год он вернется в свои традиционные даты с 1 по 19 марта. Валенсийское слово фая произошло от латинского факула и означает факел. Истоки праздника восходят к старинным традициям плотников. Ранее они отмечали приход весны 19 марта, день Сан-Хосе. В этот день они сжигали деревянный хлам и отходы производства. Со временем этот обычай соединился с европейской традицией сжигать чучело зимы. В таком виде, как мы знаем, фестиваль Лас-Файес сейчас, ему уже более 150 лет. Если бы мы заглянули вовнутрь фигур Лас-Файес, мы бы увидели деревянную конструкцию, которая слой за слоем покрыта папье-маше. Как вы понимаете, все это очень легко воспламеняется. Лас-Файес вообще это композиция из фигур. А каждая фигура, каждый персонаж или группа персонажей, которые объединены по смыслу, называется Ненот. Фестиваль Лас-Файес объединяет всех жителей Валенсии. В этот период сложно найти кого-то, кто хотя бы косвенно не был связан с праздником. Особенно интересно наблюдать за всеобщим выбором лучшей куклы Ненот. В последний день фестиваля сожгут все композиции Лас-Файес и все куклы Ненот за исключением одной. В выходные дни последней недели фестиваля по городу провозят кукол претендентов на помилование. Жюри награждает эти композиции денежными призами. Первая премия – 2500 евро, последняя – 400 евро. Победителя народного голосования помилованную куклу не сожгут 19 марта. Ее поместят в музей Лас-Файес. Одно из основных событий фестиваля Лас-Файес называется «Офренда», то есть подношение цветов. Два дня, 17-18 марта, в 16.00 и до полуночи касали, то есть сообщество жителей, которые организуют Лас-Файес в своем районе, подносят цветы к этой фигуре, к Деве Марии, и потом передают цветы декораторам, которые вставляют их в фигуру. Изначально она идет полая, просто деревяшки, и со временем ее заполняют цветами. В среднем цветы приносят 50 тысяч человек, а общая стоимость этих цветов составляет около 800 тысяч евро. Помимо цветов для украшения фигуры Девы Марии, каждый касаль приносит композицию из цветов высотой в человеческий рост. Напишите в комментариях, если вы знаете, что такое москлита. Если вы хотя бы раз попали на это пиротехническое шоу в Испании, наверняка оно запомнилось вам. Москлита проходит на протяжении всего фестиваля Лас-Файес во многих районах города. Но, конечно же, самая масштабная на главной площади у Мэрии. Шум взрывов достигает 120 дБ, поэтому ни в коем случае не закрывайте уши руками. Наоборот, рекомендуется приоткрыть рот, чтобы снизить давление на барабанные перепонки. Фестиваль Лас-Файес сочетает в себе сатиру, искусство. И кроме того, как вы понимаете, имеет огромную роль в экономическом развитии города. Потому что, когда приезжает миллион туристов, соответственно, растет благосостояние города. Но сейчас, так как Лас-Файес уже проводится сотни лет, конечно же, много в мире изменилось. И сейчас перед правительством стоит интересный вопрос. Как улучшить этот праздник и сделать его более удобным для современного мира? Потому что сейчас, когда город стал уже большим, и посреди города взорвают петарды, сжигают фигуры, есть много недовольных. Потому что, конечно, это праздник для людей, особенно для туристов. Но когда ты живешь, и у тебя на улице идет трах-бабах постоянно, а маленькие дети могут быть пожилые, то уже не каждый из местных испанцев радуется этому. Многие просто покидают свои дома на период Лас-Файес и уезжают в загородные дома. Интересно ваше мнение. Если бы жили вы в Валенсии, в центре, где проходит этот праздник? На вашей улице бы сжигали фигуры, взорвали петарды, проходили музыкальные шествия. Вам бы это нравилось, и вы бы радовались празднику? Либо все-таки негодовали немножко? Буду рада знать ваше мнение в комментариях. Во сколько обходится такая красота? Сейчас имею в виду традиционные платья и костюмы для фестиваля Лас-Файес. Так вот, базовый набор из платья и недорогих украшений обойдется в 1,5-2 тысячи евро. И легко может доходить до 10-12 тысяч евро. Платья часто передают по наследству, хотя наряды можно взять и на прокат. Средняя стоимость аренды 400-500 евро. Уложить волосы в традиционной манере обойдется в 25-50 евро. Мужской костюм состоит из чулок, бриджей, рубашки, жилета, пояса из ткани и из подрилий или черных туфель. На голову повязывают платок и при желании поверх надевают шляпу. На плечи набрасывают шерстяную мантию. Друзья, сейчас эту фигуру сожгут. Мне интересно ваше мнение, а вам жалко или нет? Такую красоту сжигают. Некоторые фигуры стоят более миллиона евро. И в пух и флаг их сожгут. Мне всегда жалко смотреть. А вам? В последнюю ночь фестиваля Валенсия пылает в огне сгорающих фигур. Все сгорает до тла, чтобы возродиться вновь уже скоро. Почти сразу после завершения Лос-Файс в текущем году начинается подготовка к следующему году. Друзья, настало время самого интересного. Условия розыгрыша приза из Валенсии. Хочу сразу сказать, что мы будем проводить розыгрыш не один раз, а регулярно. Может быть раз в несколько месяцев. Уже сейчас вы можете под видео найти фотографию приза. Приз мы будем каждый раз менять, но каждый раз это будет что-то очень интересное. Текущий приз вы можете увидеть по ссылке в описании к этому видео. Вам достаточно написать любой комментарий со словом Валенсия и поделиться этим видео в любой социальной сети. Дополнительные условия, как вы получите приз, прочитайте, пожалуйста, по ссылке в описании. Мы отправим приз абсолютно в любую точку мира. И не забудьте подписаться. Следующее видео о достопримечательностях Валенсии будет из города будущего, из города наук и искусств Валенсии. До скорой встречи!